Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июля, и я стою около вот этого сказочного сорта, который сильно-сильно отличается от всех других своей опушенностью, опушенностью или своим цветом листьев. Видите, какой у него цвет немного с голубоватым оттенком, и вот какие все остальные. Почему я подошла именно к Шахерезаде, сейчас вам объясню. Я 9 июля делала видеообзор томата голубые ели в теплице, и одна девушка написала комментарий, Наталья Фролова, и она написала, что томат голубые ели у меня совершенно другой. Плод покрыт пушком, как персик, листья голубого цвета и тоже опушенные. Сейчас я вам покажу плод, как персик. Ой, он ниже там. Плодов тут тоже много. Они действительно похожи на персики, но они еще не поспели, они немножко как с опушечкой. И вот по этому описанию я поняла, что она описывает именно вот этот сорт, когда она написала, что он как персик, такой пушистенький, лохматенький. Вот описание этого сорта. Томатный персик. Сорт называется Шахерезада. Это классическое его название, его истинное название. И когда я искала голубые ели, я думала, что они вот так вот именно выглядят. Да, они с таким голубоватым оттенком, вот такие вот. Я сначала сама думала, что это сорт голубые ели. Но потом, когда я больше о нем узнала, оказалось, что это сорт Шахерезада. Это именно томатный персик, он так и называется. Необычайно интересный крупноплодный сорт с красивыми бархатистыми листьями и плодами. Растение ярко выделяется на фоне других сортов. Крупной, густо опушенной, темно-зеленой листвой. Куст с детерминатной высотой до 1 метра. Плоды по форме цилиндрические с носиком напоминают крупные бархатистые оранжево-красные персики. Вам не кажется, что вот девушка описывала именно этот сорт с опушкой, с персиками? В шутку, этот сорт можно назвать томатным персиком. Томаты плотные, очень вкусные, массой 200-300 грамм. Причем при выращивании один стебель плоды крупные, а без посынкования мельчают. Вот я в один стебель не выращиваю, у меня они помельче, они именно в размер с персик. Прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Ну дальше все как обычно. Вот этот сорт шахерезада. А тот, который я показывала в теплице и который называется голубые ели, это действительно голубые ели, потому что он, если отойти от него немного подальше, вот эти резные морковные листья, они напоминают елку, и он выглядит действительно как елка. У этого лист не елочный, обыкновенный. Да, он немного с голубым, с таким оттеночком. Если когда они в массе, вот так издалека отойти на солнце, они голубоватым оттенком отсвечивают. Но все-таки эти томатные персики называются шахерезада, а не голубые ели. Может быть, вы понимаете у нас как с томатами. Каждый производитель может поставить любое название. Иногда бывает один и тот же томат мы получаем под разными названиями. Иногда под одним названием мы получаем два разных томата. Но то, что это шахерезада, вы видели описание, это точно шахерезада, потому что это именно томатный персик. Это не голубые ели. Ели именно с рассеченным, с таком, с еловым листом, который издалека похож на ель. Ну, по крайней мере, я покупала тот томат под названием голубые ели. А вот это у нас шахерезада. Потом поспеет, покажу вам оранжевые персики. Они один в один персик. Его даже не отличишь. Если положить на стол, можно подумать издалека, что это действительно персики. Но это вот такие интересные помидорки. Сорт урожайный, вкусный. Но к недостатку можно все-таки отнести вот эту вот его опушенность плода. Не всем нравится кушать лохматые помидоры. Но в засолке он хорош. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот разговор на тему, какие же голубые ели настоящие, а какие нет, может быть, под их название подстраиваются или что. Но вот это, который бархатный и с персиком плодом, это точно не голубые ели. Это шахерезада. Продолжение следует...